Цветы и венки к памятнику освобождения на площади свободы возложили представители городской вертикали власти, ветераны и депутаты, дипломаты и молодежь, жители и гости областного центра Брещины. Шли в едином строю, как наверняка шагали и те, кто более 70-летий назад защищал белорусскую землю. Время неумолимо, многие герои страшной войны ушли из жизни, но память о них должна остаться в веках. И эта почетная миссия, сохранение в истории и в сердцах имен героев, возложена на потомков великого поколения. К большому счастью, сегодня слова признательности и благодарности еще можно сказать и лично. Ветераны Великой Отечественной войны – самые желанные и почетные участники церемоний, посвященных Дню освобождения города. Мы защитили свою родину, и все Брещане знают, кто жил во время войны, как было тяжело. Я 13-летней девочкой ушла в партизанский отряд из-за того, что вся семья была расстреляна. А трехлетнего ребенка бросили на дно яма, даже пожалели на него пулю, и на него расстреляли всю семью. Это называется фашизм. И не дай Боже, чтобы он дальше продолжал существование. Памятные мероприятия продолжились на площади церемониалов мемориала «Брестская крепость-герой». В рядах участников немало представителей подрастающего поколения, которые, к слову, являются живым опровержением стереотипа о молодежи, не помнящей своего прошлого. Юноши и девушки белорусской Брестской земли гордятся героическими страницами истории родного края и чтят память героев. Мы помним всех ветеранов, которые освобождали город Брест, которые сражались здесь, на священной земле Брестской крепости. И для нас, молодежи города Бреста, Брестская крепость – это не пустой звук, а это кровь защитников крепости. Это под ратный подвиг наших дедов, прадедов, родителей по восстановлению и развитию города Бреста. В числе почетных участников мероприятия – ветераны труда. Именно на их долю выпало восстановление из раненого города. Именно их руками была заложена основа его нынешней красоты. 72 года назад был освобожден наш город. Вот почему сегодня мы проводим традиционные возложения к святым местам. Вот почему сегодня особое внимание нашим ветеранам, уважаемым ветеранам. И я очень рад, что в этом году к ветеранам войны мы добавили ветеранов труда. Тех людей, которые восстанавливали послевоенный город, я тоже думаю, что это подвиг. Уже не первый год власти областного центра Брещины при праздновании Дня освобождения и Дня города придерживаются позиции разделения важных мероприятий. 28 июля – день, когда проходят памятные церемонии. Брещане и гости города вместе склоняют головы перед подвигом освободителей. Это день памяти. Праздничное гуляние, концерты и акции, посвященные дню рождения города над Бугом, функционировать будут 29 и 30 июля.